Маркус, приветствуем в проекте на лыжи. Прежде всего, скажите, пожалуйста, почему так долго добирались до России, до своей команды? Вы знаете о этой ситуации с коронавирусом, и когда мы вернулись с финала Кубка Мира, который также был отменен в Квебеке, и это было где-то 14 марта, и была тяжелая ситуация, но вообще началась, никто не может путешествовать с карантином и со всеми этими вещами, которые происходят кругом, и потом я подумал, ну ладно, хорошо, два месяца, я думаю, и все пройдет, но потом еще и еще все становилось тяжелее, и это не получилось и на первый сбор в мае, тоже отменено, невозможно, и также в России невозможно, потому что и визовые проблемы на тот момент, и мне нужно было новую визу также получать в Россию, и месяц за месяцем все больше и больше времени, я начинал нервничать все больше и больше, когда ты не находишься со своей командой и не можешь работать, это сложно, и затем, сейчас я здесь, спустя, здесь я с воскресенья, то есть где-то 6 месяцев, как я провел дома, не работал со своей группой, но это, конечно, не очень красивая ситуация, и в конце концов, я ехал с Франкфурта в Лондон, с Лондона в Москву, с Москвы в Тюмень и всего очень, с множеством бумаг, но в конце концов, в понедельник я был очень счастлив, что я добрался сюда. Скажите, пожалуйста, сейчас, как надолго, то есть вы теперь приехали и будете выступать, ну, тренировать команду в течение всего сезона уже, домой не будете возвращаться? Сейчас мы останемся здесь до 27 сентября, первую неделю соревнований, а потом еще две недели сборов, и 27-го мы переезжаем в Сочи, я переезжаю в Сочи, будет там тренерский семинар, и я там выступать буду на этом семинаре для тренеров по лыжным гонкам, и 29-го я улечу обратно домой, и я надеюсь, что мы сможем следующий сбор провести в конце октября в Рамзау и в Альсиналисе. На данный момент кажется, что все-таки мы сможем его организовать, не на 100%, но мы надеемся. Но если вдруг этот сбор не получится, вы приедете в Россию, проблем больше не возникнет? Да, конечно, я планирую, и мы планируем, сначала мы планируем поехать в Сочи, где-то на одну неделю, и затем мы надеемся, что будет возможно, что с 15-го октября встать на лыжи в Хантамансийске. То есть мы планируем план, ну то есть есть план А и план Б, план А за рубеж, в Альсиналисе, а план Б российские сборы. Ну, уже в соцсетях мы видели теплую, очень теплую встречу вашу с командой. В каком состоянии вы нашли своих подопечных? Ну, первое, еще раз, я очень счастлив видеть, что я счастлив вообще, как вижу их. Я знаю, что у нас есть особенные отношения внутри нашей команды, очень хорошая коммуникация. И да, я вижу, что они все были счастливы вообще видеть меня. Последние три месяца особенно были достаточно сложные для команды, для спортсменов, для меня. Также для второго тренера Сергея Турышева. Я делал план, но он был ответственный за его исполнение со спортсменами. И также это была не новая ситуация, но это была такая необычная ситуация для него. И он делал максимально возможное, что только мог. Было очень много контактов через телефон, через видеозвонки. Также на тренировочные сборы, тренировочные места, где, куда мы поедем, где выбирать, где тренироваться. И было очень много изменений. Но что я вижу сейчас, мы на правильном пути. Я надеюсь, что сезон также начнется нормально в конце ноября. Мы знаем, что еще много надо выполнить работы перед стартом сезона. Большинство из них в хорошей форме, у некоторых есть небольшие проблемы. Но каждый год примерно одинаковая ситуация. Это не нормально будет, если все спортсмены вообще не будут иметь никаких проблем в течение лета. Я надеюсь, что мы сможем начать в конце ноября. Начнем, примем участие в Кубке мира. Примем участие в Кубке мира. Скажите, пожалуйста, вы можете сравнить формулу команды сейчас и в этот же самый период в прошлом году? На данный момент это сложно для меня увидеть, какая вообще форма, потому что в прошлый год мы выполнили... Мы весной и осенью выполняли тесты функциональной диагностики в Аберсдорфе, вот эти в Германии, а в этом году мы не можем это сделать. И когда у тебя есть какие-то данные на бумаге, когда ты можешь увидеть, как они выглядят, а в этом году мы не можем. И на данный момент это единственное, что визуально я могу только смотреть, а это не совсем то, что если ты видишь данные на бумаге. И с завтрашнего дня у нас будут вот эти небольшие соревнования здесь, и также я увижу, конечно же, чуть побольше. Еще раз повторюсь, на данный момент тяжело отнести форму спортсменов и сравнить с прошлым годом. Кто-то из команды смог вас удивить вот в хорошем прям плане, в таком, что «Во, как круто!» Он говорит, ну я каждый год, конечно, очень надеюсь на это. Нет, ну что, то, что вижу сейчас, первое, я рад, что Юлия Белорукова, Ступак Белорукова вернулась назад. И на данный момент она выглядит хорошо, но я думаю, что она где-то в 85% от своей обычной формы. Но она каждый день, ну смотрится все лучше и лучше. И что я вижу также, Алиса Жамбалова смотрится очень хорошо. Я думаю, что она смотрится лучше, чем прошлым летом. А что касается мужчин, в течение лета Евгений Белов смотрится очень хорошо. После предыдущего сбора у него были небольшие проблемы, он приболел на 5 дней. Но на данный момент он не в лучшей кондиции, но я знаю, что он смотрится лучше, чем в прошлом году. Маркус, а скажите, пожалуйста, насколько вы осведомлены о работе соперников Швеции, Норвегии, Франции? Да, конечно, 6 месяцев достаточно большой промежуток времени и обратить внимание на их, что они делают. У меня все равно есть друзья из других стран, других тренеров. Я и говорил с тренерами из Швейцарии, из Норвегии, потому что также они интересуются, как тренировочные сборы приходят в России и что мы делаем. Я думаю, что большая разница, большинство из них, что им в течение лета также удалось покататься на лыжах, провести сбор на лыжах. Для меня это самая большая вещь, которую я упустил и не смог использовать эту возможность и летом провести небольшую лыжную подготовку. Для меня это важно в течение лета, что надо в течение где-то 2 раза по 10 дней вставать на лыжи и все эти страны, у них есть эта возможность, а для нас это невозможно. Вот по этому поводу я немножко переживаю. А это впервые в вашей тренерской карьере вот такое произошло, что летом не были проведены лыжные тренировки? Да, это первый раз. И за последние 15 лет где-то всегда было возможно летом потренироваться на лыжах на различных лыжных тоннелях, на глетчерах. Иногда это было невозможно на глетчере, потому что были не очень хорошие условия, но всегда было возможно покататься где-то летом на лыжах. Получается из-за этого вы уже меняли тренировочные планы, графики, как-то вот это серьезное изменение внесло отсутствие лыжных тренировок? So, is the changes in training process, training plan, they are crucial, they are big changes in your training plan due to no skis during summer? Ну, конечно, это нет, это небольшие изменения. Это, да, это важно, что мы не смогли провести тренировки на лыжах, но мы поменяли некоторые небольшие вещи, но в целом весь тренировочный процесс с общим количеством циклической подготовки, с интенсивностью, то же самое все. Ну, небольшие изменения, да, конечно, для меня это больше не проблема, не большая проблема. О чем мы должны думать, если ты не знаешь в июне, куда ты поедешь в сентябре на тренировочный сбор, какие условия ты там будешь иметь, что там возможно, или будут роллеры, или это горы будут, или большая равнинная подготовка. И ты реально гораздо больше должен задумываться, что ты можешь сделать. Маркус, скажите, пожалуйста, во время вот этого карантина, вынужденной самоизоляции, вы как общались с спортсменом напрямую или только через Сергея Турышева? Оба пути, то есть мы много времени, каждый день мы разговаривали с Сергеем и также со спортсменами. Первое, конечно, я получал вводную информацию от Сергея, а потом я звонил спортсменам, к примеру, когда это было... Ну, это да, это, конечно, большие проблемы. Ну, то есть, если какие-то возникали серьезные проблемы, тогда я начинал звонить спортсменам. Есть спортсмены в группе, которые любят поговорить, а некоторые спортсмены не так много говорят. Ну, с каждым по-разному, с каждым отдельно. С кем-то я больше разговаривал, некоторым я писал через WhatsApp, и мы отправляли друг другу видео, я объяснял какие-то элементы техники, но в целом все равно хорошая коммуникация была. Еще раз повторю, это не то же самое, что когда ты можешь видеть вживую прямо напротив себя. Это очень тяжелое и особенное время для меня было. А не вся команда согласовывала с вами свои действия, тренировочные планы, то есть отсутствие или по каким-либо причинам на сборах, например. То есть все делалось с вашего разрешения? Вначале с Сергеем Устюговым, как это было в июне, был день ото дня, в июне, когда ситуация была непонятная и менялась, и когда стал возможность поехать в Пересвет, Сергей связался со мной, и он сказал, что вообще это переезды и прочее, и мы решили, что он приедет попозже. Ну то, что приезжать через полстраны на одну неделю, тогда мы решили, что да, лучше ты останешься дома. Это была единственная вещь вот в июне, что мы решили с Сергеем, что он останется дома, а все остальное, все остальные сборы были как обычно, то есть все приезжали. Вот над Сергеем, кстати, даже в его персональных соцсетях, на его страницах многие валетчики подшучивали, что он очень растолстел, живот у него там появился, на что он отвечал, что ну давайте, смейтесь пока. А вы вот, когда он присылал вам фотографии, видео, ничего такого не заметили, не обратили на это внимание? Он очень активен в социальных медиа, и фанцы смеют о том, что он становится крупнее и веселым, и пишут в комментариях, «Эй, парень, ты слишком веселый». И он ответил, что, окей, просто смейтесь, просто ждем, когда начнется. Так что вы думаете о этой ситуации? Он говорит, я знаю, что Сергей иногда пишет слишком много, ну и слишком много времени тратит на социальные медиа, но каждый год у него есть небольшие проблемы с весом в начале сезона, но я знаю, что в течение десяти дней он может потерять пять килограмм, это вообще никакая проблема для него, только тренируясь. и примерно абсолютно такая же ситуация, что он теряет некоторые килограммы, ну то, что он худеет достаточно быстрый срок. Я не боюсь этой ситуации, я знаю, что он, и также он знает, что он должен работать в этом направлении. Это, конечно, не самое лучшее решение, но когда на носу турдески или другие важные старые, он всегда на верном пути. Перед началом прошлого сезона Сергей не скрывал, что хотел бы побороться за Кубок мира. В этом году его задача наверняка та же самая. Правда, в этом сезоне есть еще чемпионат мира? В прошлом году Сергей хотел бороться за Кубок мира, и в этом сезоне он имеет самую задачу, или может быть это чемпионат мира? Он говорит, что в этом году... Ты никогда не знаешь, как сезон начнется хорошо, как в прошлом году. В прошлом году первая часть была классная, но после турдески он был второй или третий, шел в общем зачете, но потом он приболел, и вторая часть была сезона не очень хорошая, потому что было много проблем. Но в конце сезона, когда мы поехали в Канаду, я был уверен, что он очень хорошо покажет себя, но соревнования были отменены, и не очень хорошее завершение сезона для него. Но в этом сезоне, конечно, главная цель – это чемпионат мира. Для него цель не просто завоевать медаль, а его цель – победить. Я уверен, это возможно для него. Первое, что он, конечно, должен быть здоров, и это главная точка. И когда его тело будет в хороших кондициях, то тогда все возможно. Ну, наверное, максимальная задача стоит не только перед Сергеем, перед всей командой, но в частности вашей группой. Он говорит, что по этому, конечно, я счастлив, что некоторые ребята в моей группе могут соревноваться за медаль на чемпионате мира. Как Глеб Ретивых в спринте, как Сергей. Также я, конечно же, на счет Евгения Белова надеюсь. И он в прошлом сезоне, позапрошлом выиграл этап Кубка мира. И также Юлия Белорукова, я надеюсь на 100%, что она будет успешной на чемпионате мира. Конечно, ребята есть, которые могут бороться за самые высокие награды. Вы Юлию Белорукову называете Юлией Ступак. Причем в России никак не привыкнут к тому, что она Ступака называет Белоруковой. Вам просто короче фамилии и так удобнее произносить? Сейчас ты говоришь как Юлия Ступак, но в России все еще все называют Юлией Белоруковой. Это легче для тебя, потому что сезон имя больше, как Ступак или Белорукова. Для меня, конечно, это проще. Ну и первое, что я должен думать о двух именах. Ну а для меня, конечно же, она всегда Белорукова. Но новая ситуация для меня, как и Настя Седова всегда была, а также у нее сейчас другая фамилия. Я думаю, что мне нужно пару месяцев больше, чтобы адаптироваться и записать новые имена в своей голове. Ну Ступак гораздо проще. Вы уже про нее сказали, что она находится примерно в 85% от своей обычной формы. А вот она удивила вас настолько быстрым возвращением? Да, конечно. Я очень впечатлен на то, что я вижу сейчас, после рождения ребенка. И я очень много с ней разговаривал в течение этого времени. И она очень мотивирована сейчас. И она начала тренироваться все больше и больше. И очень рано начала тренироваться. И она думает о национальном чемпионате в апреле. А, она уже думала о национальном чемпионате в апреле. Но она поняла достаточно быстро, что нет, мне нужно чуть-чуть побольше времени. Но для Юли это будет очень легко. Она очень мотивирована. Она думает, что тренировка, что я могу сделать лучше, что мне нужно поменять. И со спортсменами, как Юля, это лучшее, что может случиться с тренером. Лыжницы, биатлонистки после родов иногда возвращаются сильнее, чем они были до беременности. Это какая-то закономерность или все индивидуально? Да, это действительно правда у меня. Когда я начал только тренировать. Чикалева. Да. Чикалева. В общем, ситуация была, когда я начал только тренировать, была схожая ситуация с Юлей Чикалевой. Она вернулась после рождения ребенка. И на первом тренировочном сборе это нет, это будет невозможно. что ей вернуться и восстановиться к зиме. Но каждый день она восстановилась лучше, 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 лучше. И зимой она стартовала по 4, 5, 6 места. И это было очень интересно было. Я был впечатлен наблюдать, насколько женщины становятся сильнее после рождения. Я думаю, что здесь будет... Это не то, что думаю, так и будет абсолютно с Юлей. Вы знаете, что Юлия снялась в роли Елены Вяльби в фильме «Белый снег»? Я думаю... Вы знаете, что Юлия Белорукова была актриса в фильме «Белый снег»? Какой актриса Елены Вяльби? Вы знаете это? Я говорю, да, конечно, я очень много знаю об этом. Он говорит, я знаю многое. И также Елена много мне отправляла и картинок, и видео с производства фильма. Это было очень классно смотреть, как это все снимается с этой одеждой и как они это делали. Мне было очень интересно наблюдать, ну и будет интересно посмотреть, когда он будет готов. Потому что я думаю, что это будет очень хороший фильм. Ну, я думаю, это будет очень хороший фильм. А вы будете смотреть его на русском языке? Вы увидите этот фильм на русском языке? Да, конечно. Да, конечно. Я думаю, я пойму. Я пойму многие вещи, которые в этом фильме, я думаю. Некоторые спортсмены бывают очень удивлены, когда они говорят что-то на русском, а я им отвечаю. Для меня все равно, конечно, русский язык еще сложен. Но еще раз, я счастлив, что большинство из них сейчас может говорить на хорошем английском. И это не только для нашей коммуникации внутри группы. Это также важно, также разговаривать и с другими спортсменами, с медиа, с спонсорами, с производителями лыжного оборудования, с сервисменами. Я думаю, что с брендами, которые поддерживают спортсменов, и сами бренды говорят, что они теперь могут прийти и объясниться, что им нужно. Он говорит, я думаю, что это очень-очень важно. Я думаю, что это будет в российской команде все больше и больше людей разговаривать на иностранном языке. Маркус, вы уже сказали, что надеетесь на начало сезона в конце ноября, как обычно. Но рассматриваете ли какие-то другие варианты? То есть, ходят ли там другие какие-то разговоры? Что, возможно, это будет как в пузыре НХЛ или НБА? То есть, в одном месте несколько гонок или это будут гонки по странам с приглашением отдельных участников? Как вы уже сказали, что вы думаете, что World Cup начнет как нормальный в конце ноября? Или у вас есть план B? Например, это будет как в НХЛ-лиге, как рейс в одном месте, в одном стране или World Cup в одном стране? У вас есть другие планы? Он говорит, я думаю, что это решение не в моих руках и не в моих решениях. Вчера мы встречались, точнее, мы участвовали в вебинаре, который проводил ФИС по вирусу. И у них на данный момент есть план A, как нормальный, ну то есть изначально как кубок мира. И они на данный момент думают, именно стремятся только как раз к нему. Ну, также это может быть, что мы будем соревноваться, к примеру, там три недели в одном месте, в одной стране. Но на данный момент никто не знает, что случится на следующей неделе. И это будет большой сюрприз вообще. И это, конечно, тяжелая работа и для нас в том числе, потому что когда ты должен поменять планы от одной недели к другой недели. Но это не только для нас, это для всех стран. И все находятся в одной ситуации. А какова ситуация в Германии и где чемпионат мира должен пройти? Какая ситуация в Германии, потому что их чемпионат мира будет именно там. Это, конечно, интересный вопрос. Вчера я разговаривал с начальником лыжных гонок Германии. И когда мы как раз разговаривали с ним, он находился на стадионе в Эберсдорфе, там была встреча. И они работают очень много по организации этого чемпионата. Они пытаются сделать все возможное, чтобы провести этот чемпионат мира так, как он должен пройти. Потому что это очень большое мероприятие с множеством зрителей. Я знаю, что они сделают все лучшее, что они могут сделать, чтобы организовать эти соревнования на самом лучшем уровне. То есть в среднем где-то приходит около пяти тысяч зрителей в день. И они продумывают все возможные способы по организации этого мероприятия. Маркус, а вы готовы в случае, если Кубок мира, ну, какой-то случится с ним форс-мажор и спортсмены сборной России будут выступать внутри страны на Кубке России, на этапах Кубка России, быть вместе с командой все это время и готовить их к чемпионату мира? Например, если Кубок мира будет создана благодаря четвертому мажору, то вы готовы приехать сюда, в Россию, быть coach? И все национальные команды будут участвовать в национальных Кубах и в соревнованиях? И вы тоже пришли сюда, чтобы помогать атфланты, чтобы подготовить к чемпионату мира? Да, конечно. Это вообще не вопрос для меня и для команды, для всех, для всего персонала команды. Если такая ситуация произойдет, что мы будем кататься на лыжах только в России, тогда мы будем готовиться в России и будем принимать участие в национальных соревнованиях. Потому что нам нельзя ждать и нам надо тренироваться и нам надо готовиться, чтобы быть в хорошей форме и выступать. Я знаю, что у нас есть сильные спортсмены, которые не входят в сборную команду и эти соревнования проводятся на очень высоком уровне. Для нас, если будет именно так, то уровень соревнований очень высокий. Это не так, как в Германии. Может, национальный уровень спортсменов там достаточно низкий, а для нас, в России, это не будет большой проблемой. Маркус, спасибо огромное. Будем надеяться, что все состоится по плану и лыжи будут жить той жизнью, которой они живут, уже в течение долгих лет только развиваться. Спасибо за интервью и мы надеемся, что все будет хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.